Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами будет болтологическое видео. Я не очень люблю такие видео, особенно если они касаются моей личной жизни, но уже давно на моем канале люди пишут комментарии о моем скудном русском языке, о моем маленьком словарном запасе, о том, что я делаю ошибки, не четко изъясняюсь и так далее. Особый резонанс вызвало мое последнее видео о пятерке моих любимых ароматов, где я вместо слова «сливовый» употребила слово «сливочный». Каждый грамотный зритель посчитал своим долгом написать мне, а как же правильно, за что им большое спасибо. Я всегда принимаю поправки, так скажем, в свой адрес, если они корректные. Когда я жила в Италии, итальянцы, некоторые итальянцы очень хорошо умеют поправить твой язык. Когда ты разговариваешь с итальянцем, некоторые из них указывают тебе на твои ошибки, и ты таким образом можешь подкорректировать свой язык и разговаривать чуть более лучше. А есть итальянцы, которые, им просто все равно, ты им что-то рассказываешь, даже если там какие-то ошибки, они себя слушают и тебя понимают. Ну, в общем, люди делятся на два типа, гуманитарии и негуманитарии. Итак, что же с моим русским языком? Почему у меня такой скудный словарный запас? Почему я делаю столько ошибок? Те зрители, которые смотрят меня уже давно, наверняка знают, что я родом из Украины. Соответственно, мой родной язык не русский. Вы знаете, я недавно задумалась над этим, потому что в народе говорят, на каком языке ты думаешь, тот язык и является твоим родным. Так вот, я думаю в равной степени как на русском языке, так и на украинском. Вот так, это исторически сложилось таким образом. Моя семья, мама и папа. Мама у меня Украину мовна, папа у меня русскоговорящий. То есть это было всегда и так и продолжается по сей день. Сейчас уже моя семья, мой муж русскоговорящий, а мой ребенок Украину мовный. Кстати, это очень интересная история. Когда мы жили в Италии, и Александра, моя дочка, она родилась в Италии, пошла в садик итальянский. И на лету, значит, хватало, понятное дело, что она сразу же выучила итальянский язык. И первые ее слова были как раз таки итальянские. Но мой муж очень переживал, что она не будет разговаривать на русском. И так как-то строго-настрого запретил ей дома разговаривать на итальянском языке. И вы знаете, я не знаю, какой щелчок произошел у трехлетнего ребенка в мозгу, но после этого разговора она никогда дома не говорила на итальянском языке. Это поразительно. Дома она всегда разговаривала на русском языке, в садике разговаривала там или со своими сверстниками, друзьями, детками разговаривала на итальянском языке. Когда мы решили переехать в Украину, на тот момент Александра училась уже во втором классе, в итальянской школе, соответственно. Она вообще не знала украинский язык. Было даже такое, я читала ей сказку, помню, я очень сильно переживала, как она адаптируется в Украине, если она вообще не знает украинского языка, как она пойдет в украинскую школу. Но она, я помню, читала ей сказку, которая называлась «Пивник и курочка», то есть «Петушок и курочка». Там была иллюстрация. И после того, как я прочитала сказку, ребенок спрашивает, «Мама, а что такое пивник?» Я ей показываю картинку и говорю, ну вот же он. А она мне, это петушок. А пивник, что это такое? Ну то есть, вот такая история. Тем не менее, друзья, когда мы переехали в Украину, ребенок буквально за три месяца выучил украинский язык. Все одноклассники, все сверстники, мы живем на такой территории, в зоне, где люди разговаривают, ну 95, наверное, процентов населения нашего города разговаривают на украинском языке. Соответственно, в школе дети и так далее. И ребенок мой схватил этот украинский язык, и она полностью забыла итальянский язык. Она помнит там какие-то отрывки слова, но вот так вот, чтобы, знаете, говорить предложениями или написать предложениями, она не может. Мало того, она не разговаривает по-русски. Это тоже очень странно, потому что изначально ребенка мы учили разговаривать на русском языке. Но сейчас ей 12 лет, она разговаривает исключительно на украинском языке. Независимо от того, что ее папа, то есть мой муж, русскоговорящий. Итак, это мы ушли сейчас от меня к моему ребенку. Но это такое, знаете, предисловие. Что касается меня, я пошла в школу в момент развала Советского Союза. Когда был кризис вот этот, да. И пошла я в русскую школу, в русский класс. Когда все учебники были на русском языке, мы изучали русский язык, но только я не помню. Мне кажется, включая три класса. То есть первый, второй и третий класс мы учились в русской школе, в русских классах, на русских учебниках. Но потом школу переформировали. Как-то так, знаете, большая часть школы перешла на учебу на украинском языке. И учебники, соответственно, печатались уже на украинском языке. Родителям предложили выбрать, где бы вы хотели, чтобы учились ваши дети. Либо в русских классах, да, так и продолжали, либо в украинских. Мои родители решили, что я должна учиться в украинском классе. И это правильное решение, потому что со временем вся школа стала украинской. Все учебники и так далее. Но тем не менее, еще пару лет, я помню, мы даже математику там изучали. Книжки были на русском языке. Учителя были все русскоговорящие. И мы, соответственно, все тоже были русскоговорящие дети. Вот мое поколение 35-летних в основном, по крайней мере, в моем родном городе Винница, русскоговорящие люди. Ну, так сложилось исторически, как я уже сказала. Но тем не менее, после того, как я перешла в пятый класс, ни о каком русском языке речи вообще не было. То есть, ну, там все закончилось. Мы начали изучать украинскую, украинскую мову. И пидручники все были на украинской мове и так далее. Поэтому, конечно же, это все накладывает свой отпечаток. Плюс, я, как я уже сказала, изначально ходила в русскоговорящую школу, в русскую школу. Потом все это переделали на украинский манер. Семья, мама украиномовна, папа русскоговорящий. Италия дала свой отпечаток, ну, язык тоже, да. Дома мне приходится общаться на двух языках. Поэтому вот такие вот дела. Я не образованный человек в этом деле, это правда. И вы знаете, я, наверное, даже скорее с суржиком разговариваю большую часть своей жизни. Потому что это такая среда, знаете, мы находимся в такой среде. Конечно, я пытаюсь самообразовываться методом чтения, например, литературы. Вот, но не всегда на это есть время. И, как правило, я считаю, христианскую литературу, там не такое большое познание каких-то новых русских слов, к примеру. Вот, поэтому, ну, если вы не можете терпеть, когда человек неправильно изъясняется, ну, что я могу сказать? Ну, не терпите, да. А если вы можете терпеть, и вы понимаете вот эти все языковые барьеры, вот это все исторически, как все это сложилось в странах бывшего Советского Союза и так далее. Люди, ну, так получилось. Понимаете, если вы можете это терпеть, окей, потому что лично я очень лояльно отношусь к людям, независимо от того, на каком языке они разговаривают и на каком языке они делают ошибки. Что касается моего высшего образования, я уже об этом говорила, это моя боль и это, наверное, мой такой комплекс очень большой. Я не закончила университет, я бросила на втором курсе университет и уехала в другую страну за лучшей жизнью. Это я уже тоже рассказывала. Тогда мне казалось это правильным решением. На тот момент это было конец 90-х, начало 2000-х. И тогда, знаете, многие люди с высшим образованием просто стояли на базарах. Высшее образование не было в цене, во всяком случае, в том регионе, где жила я. Больше ценились твои навыки, навыки, твои знания, что ты умеешь, потому что, что ты можешь применить, да, помимо вот этого диплома. Люди покупали диплом. Я училась в университете, люди покупали сессии. Это факт. Поэтому одно дело, когда у тебя есть корочка, и совсем другое дело, что у тебя вот здесь. Вы знаете, вот опять вернусь сейчас к Александре, она ходит в художественную школу, и у нас были такие обстоятельства, когда мы опять-таки уезжали, меняли место жительства, и нам пришлось взять академотпуск в художественной школе. Я очень переживала, потому что школа государственная, когда ребенок заканчивает школу, выдается, значит, диплом о том, что ты окончил художественную школу, с этим дипломом ты можешь двигаться дальше. Когда я пришла к преподавателю и говорю, нам придется, то есть, два года быть в одном классе, так сложилось, изучать ту же самую программу, вот, может нам уйти, может быть, как же нам вот этот диплом как бы забрать, не хочется его терять. На что преподаватель очень умно мне ответил, так сказал, знаете, говорит, если вы рассчитываете, что ваш ребенок пойдет по этим стопам, то есть, он будет там художником, неважно, преподавателем он будет, или веб каким-то там дизайнером. Если он придет сразу на работу, первое, что у него спросят, это не покажите бумажку, а первое, что его спросят или попросят, это сядь и покажи, что ты умеешь. Вот, поэтому я думаю, отталкиваться надо от этого. Знаете, я знаю очень многих людей без диплома, отличных, прекрасных людей, трудоустроенных, и все с ними хорошо. И также я знаю людей с дипломом, которые, ну, этот диплом им не пригодился, они не работают по профессии, либо же этот диплом просто куплен, а знаний, ну, очень мало в голове. Поэтому вот так. Я очень не люблю вот эту дележку, знаете, вот это образованные люди, а вот это не образованные. Ну, сомнительное как бы разделение, как по мне. Конечно, я всегда приветствую из-за, у меня растет ребенок, я за то, чтобы она получала высшее образование. Но сейчас в наших реалиях есть шанс получить совершенно другое высшее образование, чем когда я была ребенком. Это понятно, да? Сейчас все это на голову выше, чем было когда-то. Вот и все, друзья. Поэтому вот такая короткая история, не знаю, что еще добавить. Я не образованный человек в плане того, что я не заканчивала университеты. Но, тем не менее, это не мешает мне развиваться, жить и так далее. Вот. Поэтому, ну, смотреть надо немножко проще на это все дело. Ну, я так считаю, да. Вот. Я отношусь к этому всему очень спокойно, тем более всегда есть куда идти, к чему стремиться. Учиться никогда не поздно. А вот. Если я изъясняюсь как-то неправильно или говорю что-то не то в своих видео, пожалуйста, исправляйте меня, да, помогайте мне совершенствовать свой русский язык. Я буду вам за это очень благодарна, если все это будет в корректной форме. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки. Всем пока.